Всем привет коллеги! Начинаем краткий опционный анализ на сегодня. По фонду индексу S&P500 ближайшим уровнем поддержки вступает лимитный покупатель по отметке 3846. Прошедшие сутки сделали ретест баланса недели 3835 и сегодня при снижении к лимитному покупателю ожидаем появление дополнительной точки входа на повышение с целевым ориентиром лимитный продавец 3900. Актив евро доллар в свою очередь торгуется в зоне поддержки хеджеров. Сегодня ожидаем снижение в область 1.1869-1.1851 при остановку снижения и вероятный импульс на повышение с целевым ориентиром нижняя граница баланса дня 1.1919 по британскому фунту отметим ближайшую поддержку это баланс недели 1.3751. Сегодня скорее всего на протяжении суток будет продолжаться повышение целевые ориентиры это нижняя граница баланса дня и технический максимум прошедшего рабочего дня отметка 1.3934. Австралийский доллар в свою очередь за прошедшие сутки протестировал уровень максимальной прибыльности маркетмейкера. Сегодня ожидаем повторный тест в этом ключе появление паттерна покупку от отметки 0.7679 выступает лучшим вариантом открытия краткосрочных покупок с целью баланса недели 0.7721. По золоту отметим коррекционное повышение после касания уровня убытка маркетмейкера. В принципе убыток маркетмейкера уже несколько раз касался и даже пробивался. Вот сейчас мы обратно достигли баланса недели. Пока мы не закрепимся выше отметки 1720. Никаких целевых ориентиров повышения дальше мы рассматривать не будем. Пока что с новой сценарий это тестирование лимитного покупателя 1702. Если закрепимся выше 1720 тогда ожидаем повышение к 1726. По паре доллар и иена сейчас мы располагаемся в зоне сопротивления хеджеров и в зоне убытка маркетмейкера. Основной сценарий развития событий снижение. Цель снижения диапазон 108.35-108.13. По паре доллар-франк на текущий момент аналогично паре доллар-иена мы торгуемся в зоне убытка маркетмейкера. Как видно на правой части графики вот это область сопротивления. Сейчас по этому активу есть вероятность снижения к 0.9257-0.9227. По нефти марки Крутойл. Основной сценарий развития событий. Отбой от баланса дня 63.93 и продолжение снижения до уровня убытка 62.20. Так как здесь расположена наибольшая заявка на покупку. Ну и по паре доллар-канадец. Отметим, что сейчас мы торгуем опционный баланс дня 1.2678. Снос на развитие событий является снижение в области интродэй поддержки 1.2618-1.2589. Природный газ в свою очередь продолжает снижение. Целевой ориентир остается прежней. Это зона поддержки хеджеров 2.5, где расположены большие заявки на покупку. Пара доллар-рубль. Ожидаем снижение в диапазон 72.75 к 72.52 криптовалюта биткоина. Среднесрочно повышается к 58.873. Фондовый индекс Dow Jones. Ожидаем на снижение в четвертой зоне 31245-31155. Став колокольчик, получая первое уведомление о новых видео. Видеоинтеллектуальный трейдинг. С первого века не хвост, страх или жадности. Только опционный анализ и холодный расчет.